В этом видео я проживу 100 дней в Майнкрафте, но версия по ходу игры будет меняться. Я начну играть на альфа-версии, а закончу на 1.17, первой части пещерного обновления. Было много интересных, смешных и порой даже очень странных моментов. Про баги я вообще молчу. Вот список версий и количество дней, которых я проведу на каждый из них. Если ты вдруг еще не подписан, то сделай это прямо сейчас. Ведь у тебя всегда будет возможность передумать. Меня зовут Никич. Погнали! Альфа-Майнкрафт. Работа ночи. Ох, старое меню, как все непривычно выглядит, а... Первым делом я испытал буквально культурный шок, потому что текстуры и тени отличались от современного Майнкрафта настолько, что это просто жесть. Хардкора тогда еще не завезли, поэтому буду просто играть на сложной сложности. А еще инвентарный английский кубоку Ай открывался, офигеть. Но если я умру, игра окончится. Крафты в альфа-Майнкрафте, это как отдельный вид искусства. Шокировало меня большее количество FPS. Ну и прочность кирок оставляют желать лучшего. Верстаки ломались с той же скорости, как и киркой. Максимально упоротые лодки, вообще непонятно, как он гребет. Разочаровал тот факт, что еда не стакалась. Но зато можно вообще не есть, если ты не получаешь урон. В пещерах на этой версии была просто, ну, беспросветная тьма. Без факелов там делать нечего. Темнеет в альфа-Майнкрафте буквально на глазах. Поэтому, как только появился первый источник света, мое очко перестало так интенсивно сжиматься. Каково было мое удивление, то, что ты не можешь сделать кровать. Мало того, что здесь темно, так ты еще и пропустить это мракобесие не можешь. А вот прикол с лестницами, что их можно стоять через одну и подниматься, мне очень даже понравилось. Хорошо, хоть железо нашел, а то думал, так и помру в каменном веке. Добыв немного дерева, альфа-Майнкрафт продолжил меня удивлять, потому что листва не опадало. Но, правда, мы урегулировали этот вопрос. Еееее, дизайн. У Родстоуна, видимо, какие-то родственные связи с верстаком. Разнообразие биомов просто поражает воображение. Здесь даже травы нет. У меня тут можно Олимпиаду проводить следующую с бесконечным огнем. Дело было вечером, делать было нечего, поскольку разнообразие заключается, его тут нет. Поэтому мной было принято решение оставшиеся дни просто провести в пещерах и добывать необходимые ресурсы. Ну, как минимум алмазов побольше. Ну, и следить за тем, чтобы меня не подорвали. К пятому дню мне удалось сделать алмазные инструменты и даже нагрудник. Все, погнали на бету. Сразу заметно, как изменилось главное меню, добавились достижения в игре, и все вокруг стало выглядеть абсолютно иначе. Все текстуры, все тени, все поменялось. Древо достижений выглядело совершенно иначе. Текстура сундуков мне понравилась больше всего, а их звуки... Унес все, что смог, и отпирался в путешествие. Наконец, еда стакалась. В игре появились болота, правда, выглядели они крайне странно. Начали генерироваться новые структуры. Старые добрые деревни. Ох уж эти текстуры, особенно этот гравий. Ахахаха. Кровь из глаза льется от счастья. На седьмой день я нашел спавнер зомби. Текстура какао-бобов мне чем-то напоминает мозги. Гуляя на восток, я немного заблудился и попал на Кавказ. Да, горы, конечно, изумительные. Я не мог этого не сделать. Да и вообще могу сказать то, что над генерацией мира кардинально поработали в этой версии. В каньоне я обнаружил заброшенную шахту. И самое главное, арбузики. Забор. Забор, ты что, рофлишь? Ты не блок. Понятно. Дерево тут все одинаковое пока. Разбить лагерь я решил на побережье тайги. Здесь у нас находится океан. Горы. В той стороне находится болото. В общем, все новые биомы. Трудности в строительстве возникли незамедлительно. Ну а то, что ломались деревянные плиты киркой, это меня вообще возмутило. Некий, ты что, дурак, что ли? На что ты рассчитывал? Тут, блин, плиты деревянные киркой ломают. С горем пополам не удалось что-то построить и даже немного поработать над интерьером. Тут даже есть какое-то некое подобие блока на мече. Правда, он чуть не работает. Поработал с арбузами. Кстати, даже генерация пещеры. Генерация пещеры, говорю, поменялась. А еще эндермены притворялись зомбарями. Это что сейчас такое было? Майнкрафт 1.2.5, появился русский язык и странный тонкий шрифт. Добыл по-быстрому обсидиана, сделал портал и отправился в ад. Ааа, у меня аж рябит в глазах от этого адского камня, его текстуры. Гасты на этой версии были максимально тупые и косые. Заберите свой металлолом! А вот то, что ифриты не начинали фигачить по тебе за 3 километра, мне это очень даже нравилось в старом Майнкрафте. В целом, в аду было делать нечего, поэтому я просто понадобывал ифритовых стержней, немного святокамня, адского нароста и на ходу, получая люлии от гастов и ифритов, я отправился домой. Раньше для крафта к ней не нужна была кожа, класс! Ох ты, матерь божья, ты меня так не пугай, Олег, заходи. Никогда бы не подумал, что мне когда-нибудь понадобятся часы в Майнкрафте, потому что дни я отчитываю вручную, и находясь в шахте, часы упрощают жизнь. В шахте мне, мягко говоря, не везло, потому что я умудрился сломать алмазную кирку, не добыв ни одного алмаза. Ну я и лох. Прибывая в горе отчаяния, единственное, что мне оставалось, это бить крапиву палкой. Но ничего, подумал я, добуду алмазы с железными кирками, и тут понеслось. И бац, 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 бац. И когда в конечном итоге я все-таки их нашел, в какой-то заброшенной шахте, я просто охренел! И благодаря этой шахте я нашел еще две жилы. Немного приукрасил дом, вступил в конфликт со слизнями, и, наконец, сделал фулл алмазный сет брони и стол зачарования. Забавный факт, я хотел добавить еловых ступенек себе на крышу, но, как оказалось, еловые доски появились, а вот ступеньки... Нет! Логика! Коротко о том, как выглядит изучение иностранных языков. Эээ... Что это? По счастливой случайности мне удалось выбить пластинку, когда я этого вообще не ожидал. Повстречал самого мерзотного моба, который есть в игре, на мой взгляд. Оставил два алмаза, чтобы починить свою основную кирку, потому что в следующей версии появится наковальня. На версии 1.5.2 произошла какая-то дичь с биомами. Еловые и дубовые леса превратились в какую-то саванну. И кому нужны эти были далекие земли? Вот же они, 2D Майнкрафт! Для будущих зачарований, ну и для того, чтобы починить мою уже при смерти находящуюся алмазную кирку, мне понадобится много опыта. Благо, для этого у меня уже есть спавнер-зомби. Поэтому, как говорится, я тряхнул стариной со всеми этими табличками водными потоками и забахал старую добрую ферму опыта. Все зомби, которые здесь спавнятся, их сносят водными потоками, они поднимаются на водяном лифте наверх, падают с нужной высоты, у них остается полхп. Тут мы их просто добиваем и набиваем себе опыт-опыт. В игре уже появилась картоха и морква, поэтому мне посчастливилось их выбить. С кривой генерацией мы уже разобрались, но вот слаймы в горах это нечто. Начали появляться новые структуры, помимо деревень. Правда, вот в первой же пирамиде я не ожидал найти алмазы. Все те же упоротые лодки. Несмотря на то, что лишь на одно зачарование уходили все 30 уровней, я решил рискнуть, но не повезло. Ладно. Скрафтил себе эндерс сундук и побаловал себя золотой морквой. Еще, кстати, появились скелеты и сушители. Но добывать головы и сушители без добычи 3 было нецелесообразно, поэтому я вам их показал. Все, достаточно. Насколько я помню, это место выглядело раньше иначе. Оставшееся время я решил посвятить добыче опыт, чтобы в последующих версиях использовать его более рационально, когда появится апдейт с лазуритом. В версии 1.7.10 я наконец смог установить шейдеры. Бедная деревня, как же тебя развезло-то. Далекие земли и 2D Майнкрафт продолжаются. Завел себе пёселя, наткнулся на храм джунглей, и какао-бобы стали выглядеть как какао-бобы. Генерация не переставала меня удивлять ни на секунду. А вообще, здесь появилось 11 новых биомов и лошади. А ещё я понял, почему ослов назвали ослами. Как выяснилось чуть позднее, поводки здесь работают максимально хреново. Оставшиеся дни я решил посвятить добыче ресурсов. По ночам я фармил порох из криперов для того, чтобы сделать фейерверки, и эндермена, чтобы попасть в эндер мир и нагнуть дракона. Ну а днём, чтобы не терять времени зря, я копался в пещерах. И, кстати, очень круто, что из рут наконец начал впадать опыт. А ещё меня очень сильно бесили скелеты по ночам, потому что им прописали АИМ, походу. Да, к слову, деревянные полублоки до сих пор нельзя было добывать топором. Зомби не может выбраться. Наконец-то новая версия отображается дни, и мне не придётся играть по таймеру на телефоне. Теперь не нужно тратить все 30 уровней на одно лишь зачарование. И, кстати, там даже есть пометочки. Даже были добавлены новые блоки в аду, магма и кварц, поэтому я начал добывать опыт из кварца, естественно. В одной из пещер в аду я наткнулся на огромную дрень, которая вела прям до бедрока. Я такого никогда не видел. Видимо, это какая-то фича или баг. Попрощавшись с пёселем, я отправился на поиски эндер портала. Ну неужели появились нормальные лодки? Найдя, казалось бы, эндер портал, я, конечно же, обрадовался. Но вот была проблема. Он не появился, видимо, была проблема с генерацией. И мне пришлось отправиться совершенно в другое место. Поскольку по всему миру Майнкрафта спавнится множество порталов, и мне нужно было уйти как можно дальше. А поскольку в аду путешествуешь ты 8 раз быстрее, чем в верхнем мире, то ответ на вопрос, как лучше всего это сделать, напрашивается сам собой. Немножко прогулявшись, мне всё-таки удалось найти этот эндер портал. К сожалению, заспидрайни дракона, убив его кроватями, не получится на этой версии, потому что механика у него немного другая здесь. О, фантомные блоки. Здрасте. Коротко о том, почему нельзя его заспидрайнить. Потому что он сразу садится на эти пики точёные. Поэтому пришлось убивать его по старинке, как завещал покойный дед Максим. Проконсультировался с местными жителями и отправился изучать боевое обновление во всей красе, покоряя эндер мир. Вот если честно, мне показалось, что эти структуры тут спавнились чаще на этой версии. Не, ну эти дебилы не меняются. С ними я вёл диалог на расстоянии. И почти все оставшиеся дни я путешествовал от одного города края к другому, собирая лут. Про яйцо не забыл. Всё своё, нашу с собой. По возвращении домой было ощущение, будто я ещё и в шахте побывал. Но нет, такого не было. Просто посмотрите, сколько у меня алмазных кирок, сколько у меня брони. Литр, в конце концов. Всё, что у меня оставалось, это совместить лучшие чары и подготовить более-менее адекватный сет. После чего настало время подготовиться к переходу на новую версию и развращаться с этим местом навеки. Майнкрафт 1.13. Океаническое обновление. Погнали. Вы действительно хотите загрузить? Да я знаю, что я делаю. Сразу же меня засыпало различными достижениями и говорит срубить мне дерево, при том, что я 50 дней уже тут отыграл. А ещё нормальный толстый шрифт завезли. Ммм, скучал. Какой-то спидран по ачивкам получается. Прощай, пёсель. Больше я сюда не вернусь. Никогда. Больше всего я хотел найти коралловый риф в океане. Благо мне с ним повезло больше, уж чем с алмазами в начале игры. А ещё мне показалось, что у утопленников какая-то другая анимация была. А ещё я нашёл черепаху. Посмотрите на эти зелёные милые создания. Ты тоже зелёный, но не милый. Отыскал сокровища и поплавал с братухой. Ээээй, чувак! Чувак! В океаническом обновлении я хотел построить плод посреди кораллового рифа, но на данный момент это выглядит как всплывшая какашка. Плод готов! Редстон блоки я решил всё-таки оставить, потому что они мне напоминают буйки. Построил здесь небольшой навес, ну или шатёр. А внизу здесь самый настоящий подводный океанический отель. Здесь находится всё самое необходимое. Верстак, сундук, морские огурчики. Это, кстати, одна из причин, почему я решил оставить здесь воду. Вид здесь, конечно, шикарнейший просто. Это словно пятизвёздочный отель в бикини-ботом из мультика про Спанчбоба. Забахал себе пару стопочек с подводным дыханием и отправился в подводный монумент, дабы раздобыть несколько призмариновых блоков для морского проводника. Правда, я потом решил, что я не буду его делать, он будет в качестве декора, потому что я просто не успею выбить все раковины. Наткнулся на айсберге посреди океана и начал дрифтить на лодке. Руление там какое-то, педалирование. День 57-й. Как я и говорил ранее, мне нужно было соорудить декоративный морской проводник. И, по-моему, это идеально. Функционал 0, оригинальность 100. Времени оставалось мало, я решил сделать лодочку. И последние деньки я решил провести за рыбалкой. Может, что годная попадется все-таки. Крюк в океане выловить? Как бы это странно не прозвучало, но он очень даже здесь классно вписался. 60-й день, и наступила пора перейти на новую версию. Minecraft 1.14, так называемая «Жители и разбойники». В первую очередь я обнаружил нового моба. Это лиса. Очень мимимишное, но максимально тупое существо. Нашел еще ягоды. Не знаю, в Minecraft я их никогда не ем. В реальной жизни, кстати, тоже особо не люблю. Нашел ближайшую деревню, которая познает весь гнев и всю боль разбойников. Сначала они мне показались довольно милыми. Признаю, признаю, пацаны. Все, я ухожу. Про мать было лишнее, согласен. Чистый коноха до того, как стал известный. Шутки шутками, некич. Ну вот, правда, там было очень опасно. Я мог даже сдохнуть, потому что обычные мобы помогали разбойникам. Где-то в сторонке плачет один спидранер, потому что мотыгой нельзя было быстро собирать сено. Ну, и как истинный представитель закона, как настоящий бизнесмен, я продавал жителям то, что принадлежало им изначально. Деревню я покинул, потому что перестраивать мне ее было некогда. Да, это займет слишком много времени. У меня были другие планы. И я посещал структуры. Некоторые были с сюрпризом. А план-то, собственно, какой? Попасть в джунгли, потому что там появились попугаи, панды. Правда, джунгли я, как понимаете, искал очень долго. А, я прям через монитор чувствую, какая там жара и влажность. Велико было мое отчаяние, потому что я не нашел ни одной панды. Зато нашел кота на дереве. Бедный кот. Он не может убежать, потому что ему некуда. Я нашел попугая-патриота. Казалось бы, причем тут Украина? Я посмотрел все, что хотел в этой версии, поэтому все, что мне оставалось, это, поскольку я являюсь кочевником, я хотел сделать какой-нибудь лагерь рядом с джунглями. Я не смог найти панды, бамбуковую рощу, но что поделаешь, не всегда все идет по плану. Все, как в самых настоящих тропиках. Идет тропический дождь. Здесь у нас небольшая палатка из грибов. Самодельное декоративное дерево. Выход наружу. Все необходимое колхоз-совхоз. Наибольший контраст и выразительность придает эта дорожка. Ее декорирование, особенно вот здесь идут камушки. Ну что, на 70-й день, я думаю, настала пора переходить на новую версию. Minecraft 1.16. Адское обновление. Отправившись в ад, в первую очередь я отключил шейдеры. С ними круто, но нифига не видно. В первую очередь я отправился в Бастион. И ох, это было чуть ли не последнее мое решение в этом мире, потому что я чуть не сдох по своей же тупости. Вы просто посмотрите, что происходит. Я начал копаться вниз. И все, я начал паниковать, у меня сработал тотем. И я вышел и пошел думать, что делать. В отличие от некоторых блогеров, у меня есть яйца, поэтому я не стал делать бэкапов. Я вспомнил об одной фишке. Тебе, когда ты заходишь в мир, дается пару секунд бессмертия. И тут понеслась. Первым делом мне нужно было взять тотем. После чего я перезашел и взял золотое яблоко в руки. Со следующей попытки я уже съел это самое золотое яблоко. После чего мне нужно было как-то выбраться отсюда. И благо у меня были жемчуги Эндера. Правда, в первый раз у меня ничего не получилось, потому что я не ориентировался в пространстве. Они буквально меня зажали со всех сторон. Наконец я сориентировался, где я. И я знал, куда мне нужно выбросить Эндер Перл. И я вылетел, словно пули из револьвера. И вылетел на всех парах. Благо таким способом я смог выжить. И ради этого я чуть не распрощался со своим миром. Это обновление радикально изменило АД. И он стал максимально агрессивным. Эти пиглины должны были отплатить мне сполна, поэтому я своровал все, что смог с их бастионой, и начал торговать их же золотом. Спустившись на 13-ю высоту, я начал добывать древние обломки по границам чанков. Нужно было по-быстренькому сделать назеридовые инструменты и броню. Еще у меня оставалось немного динамида с пирамид, поэтому я воспользовался им. Добывал кварц, чтобы чинить инструменты. Провести 15 дней в Аду без снайд, конечно, тщетно. Но хоть так кроватьями воспользуюсь. Посетить все биомы под землей, это, конечно, здорово. Баке нормально? А, нормально, говорю, все? Не добыча 3, ну, конечно, тоже сойдет. Фиолетовый качебой к бою готов! Пожалуй, моя любимая ачивка. А раньше было переосмыслить свою жизнь. После чего я превратился в охотника за головами, и нужно было убить. И сушителя, кстати, я тут чуть не упал. Это что за бана, я не понял. Пацаны, вы, по-моему, измерения попутали. Были, конечно, и немножко опасные моменты. Прошла уже целая вечность, я смог выбить только один череп пока что. В конечном итоге мне хватило силы и терпения, чтобы выбить 3 головы и 111 визор скелетов. Ну что, чудо-юдо, давай по-быстрому с этим закончим. Главное, огнестойкость выпить. Ты что, настолько меня не уважаешь? Ты настолько равнодушен ко мне? В итоге я заставил его меня уважать. Забавно, ведь в аду нет песка, и если бы у меня не завалялось где-то стекло, я бы так и не смог скратить маяк в аду. Я ни разу не строил дом в аду, поэтому это было последнее, что я хотел реализовать. Вот это ствол, всем стволам ствол. Дабы все необходимые ресурсы, я приступил к постройке дома. Посмотрим, что из этого выйдет. Что ж, друзья, могу вам сказать то, что это успех однозначно. Дом получился просто шикарным, устрашающим. Именно таким, каким я его и запланировал. И самое главное, он идеально вписывается в окружающую среду. Помимо экстерьера, я занимался интерьером. То есть внутри здесь не пусто, здесь можно полноценно жить, поживать. Правда, я бы никому не советовал здесь жить. Находится здесь только лишь все самое необходимое, что может, по идее, понадобиться игроку в аду. Также здесь есть подъем на второй этаж, где находится склад. Ну, правда, здесь все заросшее. Представим, что здесь обитает к анти-ведьма, которая хреновая домохозяйка. У нее уборка раз в пять лет. Пора переходить на новую версию. Minecraft 1.17. Пещерное обновление, ну, пускай хоть и первая часть. Просадку фпс я почувствовал незамедлительно. Плубивал фантомов, дабы починить свои крылышки и продолжить путешествие. Коротко о том, как выглядят студенты, которые ездят на учебу летом. Встретился с козлами в горах, обсудили пару вопросов, урегулировали какие-то законопроекты. Кстати, офигеть, они прыгают. Поменяли текстуры, и теперь даже железо можно копать на удачу. Это просто жесть. Помимо изменений необычных руд, добавили совершенно новую, это меди. А-а-а, ксолотль. Обалдеть, какие они прикольные. Мимимишные, пластичные, элегантные. А какие кубики пресса. Новые светящиеся октапуси. Октапуси в подводных каньонах выглядят очень прикольно. Новая текстура и руд мне тоже понравились, они выглядят свежо. Нет, ты не погибнешь смертью корабра, а ну иди сюда, пошел вон. Я даже умудрился выбить трезубец. Сначала я не понял, что это за шары такие, может там Патрик живет, его спанчбоп ищет. Оказалось, там аметистовые кристаллы. Находятся они очень легко в океане, и эти места достаточно опасны, и там можно помереть. Где-то заплакал разработчик Оптифайна. Не знаю, почему мне это больше напоминает большую сигару. Не знаю, может я что-то путаю, но раньше таких структур у разбойников я не наблюдал, где находится аванпост. На 90-й день я решил построить землянку, рядом с которой будет все необходимое, а внутри будет самая настоящая мини-пещера с новыми блоками. С внешней стороны землянка закончена, и территория прилегающая к ней тоже. Нужно было теперь добыть все необходимые новые ресурсы, блоки, лавы и все прочее. Единственное, что мне не удалось найти, это мох. По крайней мере, я нашел сталактиты и сталагмиты. Это очень круто. Я даже успел найти светящиеся ягоды, но не нашел азалию. Это прям какие-то мини-пещерные биомы. Я уже был на финиш, на прямой, и последнее, что мне осталось, это сделать мини-пещеру в моей землянке. День сотый! Это прекрасное завершение дня, и ощущение того факта, что я успел сделать практически все. О, кстати, даже громоотвод успел поставить. Итак, что же все-таки получилось внутри? Красота там получилась, просто полюбуйтесь. Это, конечно, небольшая пещера, но простите меня, какое обновление такие пещеры? Все-таки это первая часть пещерного обновления. Я считаю, что выживание, успеть построить это все за 15 дней, добыть все ресурсы, это достойно уважения. Лишь за один этот ролик мы прожили не просто 100 игровых дней, а всю многолетнюю историю развития Майнкрафта. Поэтому, если тебе понравился этот ролик, обязательно поставь лайк и подпишись. Ссылка на мир в описании. До свидания.